Концерт «Мой саксофон», який говорит, собрал у стенок Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина, а матра упрыг уже мелодичной, а местами довольно рытмичной джазовой музыки. Свою творчость нас уже хоров и гостей города над Сожем представили молодые, талиновитые гомельские музыканты, саксофонист Иван Бартновский, гитарист Алексей Лукьянов. Подчас концерту они выполнили композицию стыля джаз, соул, фанк. Глядачи почули, как вядомые классичные творы, так и сучасную музыку, перекладенную на мову джаза. Мне очень нравится этот концерт, потому что тут присутствует разная музыка в их исполнении, от джаза, блюза, фанка до классической музыки. И я хочу сказать, что это очень круто для нашего города, потому что у нас очень мало развития в этом пока направлении идет в джазе. Здорово, что проводятся такие мероприятия, потому что сейчас необходимо, чтобы люди узнавали музыку прошлого, заново, молодежь пыталась как-то влиться в искусство прошлого. Очень интересно, что современные композиции исполняются в данной манере. Треба, знаешь, ширым дякую, сбоку глядача устало тое, что все творшее мероприемство сопровожалося шлейфом гучных аплодисментов. В целом джазовая музыка зараз распрощена и запотребована у многих краинах света. Миновата тому творший дуэт Ивана Бартновского и Алексея Лукьянова мая намер и далее протягивать владеть подобные концерты, как бы на Гомельше не протягивать цикавость громадскости до неполторной и шматгранной джазовой музыки. Во всем мире джаз распространен и очень сильно востребован. В частности, здесь и в Беларуси многим людям, особенно молодежи, они джаз не воспринимают, не так сильно. Но они воспринимают очень хорошо другую музыку, производную от джаза. То есть это диско, фанк, им очень нравится. Мы на самом деле только начали этот проект. Это новый проект абсолютно. Абсолютно буквально, наверное, месяц, как мы начали играть, репетировать, заниматься, как-то вот что-то создавать новое. И поэтому, ну, есть уже много, да, предложений различных, как бы будем играть где-то, будет какая-то информация появляться. Я думаю, что можно будет увидеть в афишах. Вероника Ворошилина, Михаил Рабков, телерадо-компания «Гомель».